МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже почти год меняют электрощиток в доме 10 по улице Ленина. Постепенно выясняются подробности незаконного строительства многоэтажного дома на Носовихинском шоссе. А теперь подробности. 14 декабря 1990 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей. В Риутове проблемами этой категории населения занимается в основном Комитет социальной защиты. О том, как это происходит, рассказывает Стелла Марченкова. В Риутове свыше 14 тысяч людей старше 60 лет. И каждый из них нуждается в помощи и поддержке. И каждый обращается в Комитет социальной защиты хотя бы раз в год обязательно. Естественно, каждый работающий здесь специалист должен обладать терпением и любовью к людям. Делать все для того, чтобы пенсионерам было легче. Каждого, обратившись сюда, обязательно выслушают, проконсультируют, дадут советы и рекомендации. Окажут соответствующую помощь. Два года назад Комитет вышел с предложением главе города оформлять льготы только в Комитете соцзащиты. Глава поддержал эту инициативу. И теперь уже два года люди приходят только к нам. Это очень важно. Не надо никуда ехать. И пожилым людям это очень тяжело делать. Вот я могу сказать, что за 9 месяцев этого года уже 1300 человек вновь к нам обратились за оформлением льгот. То есть все вопросы, связанные с льготами, мы решаем здесь. На сегодняшний день очень много законов, предоставляющих льготы пожилым. Закон о ветеранах, благодаря которому более 16 тысяч риутовчан получают льготы. Закон о социальной защите инвалидов охватывает более 5000 риутовчан. Есть еще один закон, на котором стоит заострить внимание. Это освобождение от оплаты за жилье одиноко проживающих, неработающих, пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум на сегодняшний день 1730 рублей. Очень многие люди оказываются сейчас в трудной ситуации. Дорогие лекарства, дорогое лечение, продукты и так далее. Естественно, им требуется материальная помощь. С этого года в бюджеты городов, Министерством финансов было не рекомендовано закладывать средства на адресную помощь. Но наш глава города, понимая ситуацию, что очень тяжело живется горожанам, он все-таки с городским советом депутатов, они заложили, утвердили сумму из резервного фонда на оказание материальной помощи малоимущим и очень нуждающимся в данный момент в этой помощи. Заложено в этом году было 900 тысяч рублей. Кроме того, около 360 человек в месяц обслуживаются на дому. Социальные работники покупают им продукты, лекарства, помогают приготовить обед. Не забудьте поздороваться с сидящими около вашего подъезда пенсионерами. Помогите донести им до двери их квартиры сумку, которая вам покажется просто пустой. То, что ничего не стоит вам, будет одиноким людям самым настоящим подарком. В среду, 1 октября, во Дворце культуры Мир состоялся праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику учителей. Почетные грамоты и награды от Министерства образования и главы города вручались педагогам Риутовских школ. Подробнее в сюжете Тимура Мацыева. В среду, 1 октября, во Дворце культуры Мир состоялся праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику учителей. Оживленные беседы в фойе, цветы, улыбки и подарки. В зале собралось более 1100 учителей. Некоторые из них приходили с детьми и внуками. Мне бы хотелось, чтобы наше учительство было всегда веселым, с радостным настроением и смело бы вступало в жизнь, заходило в каждую школу, в каждый класс, неся улыбки и доброе сердце своим ученикам. Небольшое ожидание и начинается вступительная часть мероприятия. Выступают творческие коллективы, исполняя как танцевальные, так и хореографические номера. Юные артисты блистали в ярких костюмах. Один танец смеялся другим под школьные напевы. После этого глава города Александр Ходорев поприветствовал и поздравил учителей с профессиональным праздником. В этот день хотелось бы передать родительские слова спасибо и благодарности не только от себя лично, а от всех нас за тот труд, который вы сегодня делаете. Профессия учителя непростая, но профессия учителя очень благородная. И я вас от всей души поздравляю с Днем Учителя, желаю вам наилучших, добрых пожеланий, всего самого сокровенного, теплого, чтобы дети вас любили и чтобы вам почаще говорили слова благодарности. И в качестве подарка администрации города каждому учителю выделено по 500 рублей. По словам Александра Николаевича, сумма небольшая, но это знак внимания и уважения. Поздравления были переданы и от президента России. Вручались почетные грамоты и награды педагогам Риутовских школ, от Министерства образования и главы города. Некоторые получат грамоты на своем рабочем месте. Концертную программу продолжили звезды эстрады, которые свои наилучшие пожелания передавали с помощью песен. Дорогие мои, поздравляю вас с праздником, счастья, любви, удачи, благополучия, всего самого доброго. Просто с уважением и благодарностью к вам, Светлана Лазарева. «Гуляй поле», Светлана Лазарева, «Бабье лето» и другие участники пели для зрителей, зажигая зал своей энергией. Учителя слушали и замирали, видимо, пытаясь отвлечься от школьных забот. Почти год прошел с первого возгорания электрощита в третьем подъезде, дома номер 10 по улице Ленина. Тогда только в ноябре было зафиксировано три возгорания. Работники ПТО городского хозяйства пообещали жителям, что подобных ситуаций больше не будет. Причину пожара установят, а электрощит заменят. Но до сих пор никаких мер не принято. Рассказывает Елена Чиненова. В ноябре прошлого года в третьем подъезде дома номер 10 по улице Ленина произошел пожар. Причиной стал электрощит, который находится при входе. В ту ночь многие жители отчетливо слышали несколько громких хлопков. Что взорвалось в ящике рубильника, жильцы дома не знают. Такой пожар был, что выйти никто не мог. Но хорошо еще, что приехал сосед, он всех на ноги поднял, о том, что было вообще неизвестно. Электрики ЖИО номер один оперативно провели ремонтные работы и восстановили электропроводку. Однако жителей беспокоил тот факт, что обычный тестер показывал. Ящик рубильника надежным образом не изолирован. При возникновении в будущем подобных ситуаций могла пострадать и газовая труба, которая расположена совсем рядом. По нормам безопасности ящик должен находиться хотя бы в метре от газовой трубы, а он стоит вплотную. После второго возгорания, которое произошло спустя неделю после первого, на место происшествия приехали работники Балашихинской электросети. Причину объяснили следующим образом. Рубильник старый, в нем что-то замкнуло, кабели начали гореть. А вот как прокомментировали сложившуюся в ноябре 2002 года ситуацию специалисты ПТО городского хозяйства. Произошла повторная ситуация. Причину до конца выяснить не удалось. Водное устройство сейчас меняется еще раз. Через несколько часов, через 2-3 часа схема будет восстановлена. Спустя почти год причины трех возгораний не установлено. Замена электросчета не произведена. Вот как у нас там висели провода, как у нас это было открытое, все вот это вот горелое. Все так и осталось. Обращались мы вот в наш МЧС. Он когда пришли из МЧС, представители, он посмотрел и сказал, какой кошмар, какой ужас, это просто нельзя оставлять так. Все, мы прям буквально за две недели вам все сделают. Он мне сказал, как вам придут, вы приходите ко мне. Значит, и я все это проконтролирую. Никто не пришел. Так как было уже несколько случаев поражения электротоком, жильцы для безопасности приставили к электрощиту фанеру. У меня отца, вот я говорила, соседка током ударила. У меня маленький ребенок, просто невозможно. Здесь в одну дверь коляска не въедет, и постоянно я открываю вторую дверь и боюсь, что меня тоже ударит током. За разъяснением ситуации мы обратились к нынешнему главному энергетику ПТО городского хозяйства Александру Богомолову. Лично он слышит об этой проблеме впервые, но пообещал решить данный вопрос. Пускай обращаются именно к нам с заявлением, почему, потому что в любом случае заявления придут ко мне. И на основании заявления будем уже разбираться. То есть, как бы, посмотрим надежное соединение контакта, посмотрим саму силовую сборку. Но в любом случае электрики я отправлю посмотреть. То есть, я не дам гарантию, что мы прям заменим в этом году щитовую всю, но щиток, электрик придет, посмотрит. Между тем, в квартирах опять моргает свет. Жители говорят, что подобное происходило перед первым пожаром. В понедельник на оперативном совещании в администрации глава города Александр Ходорев подверг резкой критике УНР-1077 за грубейшие нарушения при строительстве второго корпуса дома по Носовихинскому шоссе. До сих пор на подписание градоначальнику не была представлена проектная документация. Самовольное строительство ведется без каких-либо на то разрешений. Тему продолжит Тимур Мациев. УНР-1077 уже возвело первую секцию дома. Часть от общего числа квартир уже продана. Часть ушла на очередников, военнослужащих. Однако, как нам сказали в Теплосети, застройщики не спешат выполнять всех тех условий, выданных еще перед началом строительства. За разъяснением мы обратились в штаб тыла ВВС и вот что услышали. Чтобы вам ответить более конкретно, возьмите у них разрешение, я вам дам интервью, отвечу на все ваши вопросы. Это у кого именно нужно брать разрешение? Ну, главком ВВС. А телефон есть? У меня нету телефона или у министра обороны. Вместо министра обороны ситуацию прокомментировал заказчик этих домов Александр Савин, который сказал, что на строительство домов в 9 микрорайоне вся документация уже выдана. Это техусловия по внешнему электроснабжению, прокладке восковольтных кабельных линий, строительству центрального распределительного пункта и трех трансформаторных линий. А по этому дому техусловия, с моей точки зрения, они выполнены. По дому. Потому что, да ладно, не твоя папка. Допустим, в договоре с администрацией у меня записано по дому. А мы не представляем никогда проектную документацию в администрацию. Предпроектная документация, согласование, естественно. А рабочая документация, зачем она нужна администрации, что им хранить, не надо. Правда, за несанкционированное строительство второго корпуса попросил его особо не винить. Разрешение на строительные работы второго корпуса на сегодняшний день еще не получено. А как бы корпус-то уже строится? А корпус же уже построен практически? А корпус строим, да. А как это получается? Ну, вот так получается. Ну, получается так, что разрешения нет, а вы уже, в принципе, второй корпус построили, да? Ну, простите, вы телевидение, а не госокстроенадзор. А мы построили, да. Я не знаю, за это меня ругать надо или награждать. Позиция и заказчика, и генерального подрядчика в этом вопросе не ясна. По-видимому, Александр Савин решил, что по винную голову меч не сечет. Однако, как объяснить жителям близлежащих микрорайонов то, что после наступления холодов на два дня их все-таки придется отключить от тепла? Ведь новостройку подключать к трассе теплосомышления все равно придется. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ирина Федорова. Всего доброго.